Как много, как часто нужна необходима сопроводительная терапия при проведении нашей специальной противоопухолевой терапии? Уважаемые коллеги, добрый день, спасибо большое за возможность ответить на этот вопрос. Но прежде, когда я его прочитал, попытался этот вопрос разложить для себя по составляющим. И одна из составляющих это в амбулаторных условиях. Отдельно хочу немножко остановиться, в силу того, что по долгу службы связан с организационно-методической работой, амбулаторных условиях, чем это отличается и какие особенности. И все-таки утвержденные протоколы проведения, которые должны быть кем-то утверждены и приняты в виде документов, руководящих документов, которые регламентируют нашу с вами деятельность. Ну вот, позвольте начать все-таки немножко с регламентирующих моментов, поскольку клинические моменты и особенности сопроводительной терапии тех или иных состояний у онкологических пациентов уже химиотерапевты детально обсудили. Если мы говорим о том, чем регулируется медицинская помощь, то мы все с вами знаем, что это 323-й федеральный закон, который определяет, в каких условиях может оказываться медицинская помощь. К вопросу об амбулаторно. Что значит амбулаторно? В условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения, в том числе на дому, при вызове медицинского работника. Отдельным пунктом указываются условия в дневном стационаре. И зачастую, когда мы с вами говорим о таблетированной противопухолеекарственной терапии, эти понятия могут смешиваться, эти понятия, границы между этими понятиями могут немножко размываться. Потому что в дневном стационаре это стационарная медицинская помощь, которая требует госпитализации, ведения истории болезней и всего, что связано с сопровождением документальным процесса лечения. Амбулаторно это несколько другое. Поэтому если мы все-таки фокусируемся на амбулаторных условиях, то лекарственная, с моей точки зрения, противоопухолевая терапия в амбулаторных условиях, это получение и прием пациентам лекарственных препаратов, которые либо он приобрел сам, и в части сопроводительной терапии довольно часто мы это встречаем, когда пациент идет в аптеку и приобретает то, что ему нарекомендовал врач самостоятельно. Либо эти препараты он получает по программам льготного лекарственного обеспечения, уже в зависимости от того механизма, который в том или ином субъекте принят. То есть пациент не госпитализируется. Соответственно, если мы говорим о противоопухолевая терапия, то с позиции регламентирующей деятельности по обязательному медицинскому страхованию, медицинская организация в данном случае осуществляет и обеспечивает для пациента консультацию врачей-специалистов и оформление, выдачу рецептов о том, вот мне кажется, коллега только что это как раз и озвучила, да, практикующий онколог. А уже органы управления здравоохранением, программы льготного лекарственного обеспечения, федеральные, региональные, они призваны обеспечить учет, отпуск и наличие в достаточном количестве в необходимое время этих лекарственных препаратов, чтобы не было задержек с обеспечением пациентов лекарственными препаратами. Поэтому в данном случае все те процедуры, все те регламенты, и я знаю, коллеги обсуждают это активно, которые существуют в ОМС при контроле за медицинской помощью, они должны касаться только лишь консультаций врачей-специалистов, а не назначения схем лекарственной терапии в стационарных условиях, в том числе в случае дневного стационара. И здесь это тоже, мне кажется, накладывает определенный отпечаток. Чем еще мы руководствуемся при организации медицинской помощи? В соответствии со статьей 323 закона мы лечим на основе клинических рекомендаций и с учетом стандартов оказания медицинской помощи, утвержденных соответствующим порядком. Поэтому если мы говорим все-таки об утвержденных протоколах, то эти протоколы должны существовать и быть прописаны, обозначены и регламентированными. Либо клиническими рекомендациями Минздрава России, на сегодняшний день это не все рекомендации, а те, которые прошли через научно-практический совет Минздрава России, и стандартами оказания медицинской помощи. Обращаю внимание коллег, что сейчас работа над актуализацией и обновлением стандартов медицинской помощи очень активно ведется. И я постараюсь на следующих слайдах показать в качестве примера один из стандартов, которые буквально выходят в 2021 году и в ближайшее время обновленные. Мы с вами сказали, что таким образом это клинические рекомендации и стандарты оказания медицинской помощи. Назначение и применение лекарственных препаратов, не входящих в соответствующие стандарты и не предусмотренных соответствующими клиническими рекомендациями, осуществляется пожизненным показанием по решению врачебной комиссии. Таким образом, вне зависимости от того, осуществляется помощь пациенту в условиях дневного стационара, либо в амбулаторных условиях, если мы назначаем лекарственные препараты, которые не входят в клинические рекомендации и в стандарты, то для соблюдения буквы закона мы должны иметь решение врачебной комиссии. Мы с вами сейчас посмотрим, что очень многие лекарственные препараты, которые применяются для поддерживающей сопроводительной терапии, к сожалению, ни в стандарты, ни в клинические рекомендации не входят. Поэтому у нас есть обязанность для того, чтобы соблюсти законодательство, проводить эти назначения через решение врачебной комиссии. Что в клинических рекомендациях, думаю, коллеги знают, я в качестве напоминания. Содержат описание схем противоопухолекарственной терапии. Обращаю ваше внимание, включают препараты, не входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших. Это еще один из регулятивных особенностей, помимо назначения лекарств, еще и перечни лекарственных препаратов, которыми государство обеспечивает пациентов по ОМС и в рамках программы госгарантий. И второе, где есть ссылки на сопроводительную терапию, во многих клинических рекомендациях по лечению злокачественных наобразований, в списке литературы мы можем найти ссылки на рекомендации других обществ, в частности, вот два наиболее, наверное, широко известных я привел. Они, эти общества, как раз-таки публикуют клинические рекомендации по сопроводительной поддерживающей терапии. Но мы так с вами говорим, что в соответствии с законом мы оперируем клиническими рекомендациями Минздрава РФ. Поэтому формально эти рекомендации, естественно, имеют право существовать, они есть. И опять же, чтобы быть правильно понятым, если какими-то руководящими документами нашими что-то, может быть, не до конца регламентировано или не точно прописано, это не означает, что, исходя из клинической ситуации, которую мы наблюдаем пациентом, мы не должны проводить того или иного лечения и профилактики. Но это должно быть соответствующим образом оформлено так, чтобы мы не нарушали действующие правила. Стандарты оказания медицинской помощи содержат информацию, по сути, о двух больших блоках. Это необходимые исследования инструментальные, лабораторные и так далее. И лекарственные препараты, которые там перечислены по международным непатентованным номинованиям. Поэтому в стандартах мы можем найти сведения о непосредственно лекарственных препаратах, которые предусмотрены для оказания медицинской помощи пациенту. И содержат информацию о средних суточных, средних курсовых дозах, рекомендованных к применению. У нас есть еще один регулирующий документ, который определяет порядок назначения и выписывания лекарственных препаратов. А именно это приказ Минздрава России номер 4Н об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов. Не буду здесь длинное название, оно на слайде представлено. В нем раздел 3 посвящен назначению лекарственных препаратов при оказании первичной медико-санитарной помощи. Если мы говорим о том, что же такое консультация врача-онколога в амбулаторном звене, то это попадает под критерии первичной медико-санитарной помощи, которая, как вы видите, специализированная первичная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами, коим и относится врач-онколог. И, соответственно, может оказываться в амбулаторных условиях, условиях дневного стационара. Но мы сейчас говорим об амбулаторных назначениях. Поэтому, в соответствии с приказом 4Н, по решению врачебной комиссии при оказании первичной медико-санитарной помощи одновременному назначению одному пациенту пяти и более лекарственных препаратов в течение одних суток. Если мы вспомним схему химиотерапии и сопроводительную терапию, которые используются, то в подавляющем большинстве случаев это будет пять препаратов. Если мы говорим о препаратах в формах пероральных, таблетированных, то с учетом, как коллеги говорили о том, какая необходима сопроводительная поддерживающая терапия, то я думаю, что тоже в большинстве случаев мы эту цифру 5, этот порог достигнем. Поэтому здесь мы опять должны руководствоваться врачебной комиссией. И смотрите, назначение лекарственных препаратов при нетипичном заболевании и дальше, особенностях взаимодействия и совместимости согласно инструкциям по их применению, которые могут приводить к снижению эффективности, безопасности лечения. То есть это мы плавно подходим к тому, что сама по себе противоопухолевая терапия многокомпонентная, сопроводительная терапия тоже. И все эти профилактические режимы, которые мы применяем, это тоже не один, а может быть два и несколько лекарственных препаратов. А вот что сказать в отношении их взаимодействия и как это повлияет на эффективность и безопасность, это уже достаточно сложно. Таким образом, мы находимся в практически персистирующих условиях полипрагмазии, особенно если мы говорим о том, что же мы профилактируем при проведении лекарственной противоопухолевой терапии. В принципе, мы в довольно много состояния можем пытаться профилактировать. Ну, самые такие, наверное, на злобу дня это тромбоэмболические осложнения, да, кардиотоксические эффекты, гепатотоксичность, нефротоксичность, здесь я еще нейротоксичность не добавил, гематологическая, дерматотоксичность, я вот оставил такое многоточие, то есть это на ваш выбор, да, какую еще токсичность нам нужно профилактировать. Конечно, в таких условиях мы неизбежно попадаем в условия полипрагмазии. Теперь мнение как клинического фармаколога. Внутри клинических фармакологов есть такое, ну, как бы бытующее мнение, что если пациент получает два лекарственных препарата, то предсказать лекарственное взаимодействие между ними можно достаточно хорошо. И спрогнозировать необходимость коррекции доз того или иного препарата при комбинированном лечении. Если три препарата, то это уже сделать гораздо сложнее, хотя еще по-прежнему в ряде случаев можно. Но если это 4, 5 и более препаратов, предсказать возможные взаимные влияния друг на друга даже с позиции фармакокинетики, не говоря уже про фармакодинамику, крайне трудно. Поэтому сказать, как отреагирует и какая будет эффективность, безопасность препаратов, когда их в комбинации 6, 8 или еще больше, это без каких-то детальных специальных методов, которые мы очень редко применяем. Ну, вот если честно, то практически, наверное, невозможно предсказать, какой же результат мы получим. Один из примеров, который коллеги помогли найти, вот, пожалуйста, рекомендации. Значит, гепатопротекторы, полифипан, алопуринол, рибоксин, адонситрон, мельгамма, деклофенак. Ну, вот уже, да, уже в сопроводительной 7 лекарственных препаратов. Добавим еще непосредственно противоопухолевую, здесь пациент еще получает изолидроновую кислоту и так далее. Поэтому разобраться, что получится в результате вот такого одновременного применения всего этого спектра лекарственных препаратов, конечно, крайне сложно. Поэтому, и предыдущие коллеги об этом говорили, нам нужны, наверное, от нашего сообщества совместно какие-то более четкие регламентации, более четкие понимания и алгоритмы. А что мы из этого, может быть, что-то мы можем из этого и не использовать в тех или иных ситуациях. Или мы говорим о том, что у нас есть шкалы оценки риска одного, риска второго, риска третьего, риска четвертого. Но эти все риски существуют у одного пациента одновременно. Может, мы должны как-то приоритизировать еще между этим, а все-таки какого риска у конкретного пациента больше и сфокусироваться на нем, и как бы меньше внимания уделить каким-то другим рискам. К сожалению, таких регламентирующих документов сегодня нету. Поэтому, видимо, это наше общее дело над ними работать, над их появлением. Ну и буквально по поводу профилактики в ТЭО. Я для примера взял две клинические рекомендации, утвержденные научно-практическим советом. Это те состояния, где, наверное, тромбоз наибольший риск представляет для пациентов. Это ЗНО легкого и на образование ободочной кишки, очень часто встречающиеся нозологии. И вот перешерстив весь все эти клинические рекомендации, я так и не нашел ни одного названия ни антикоагулянта, ни антиагреганта. То есть, если мы говорим, что мы лечим в соответствии с клиническими рекомендациями, с учетом стандартов, то вот в клинических рекомендациях упоминания препаратов этих нету. Но если нет упоминания препаратов, значит, говорить о том, что какие-то есть регламентирующие вещи, как это делать, ну, они, понятное дело, отсутствуют. Вот. Но где же есть? Я вот тут с удивлением некоторые вещи обнаружил, конечно. Вот смотрите, а где есть? А есть, оказывается, государственный стандарт профилактика тромбоэмболических синдромов. И что самое интересное, он действующий и утвержден по всем правилам утверждения ГОСТов. То есть, это ГОСТ. Но не очень понятно, а разве мы должны оказывать медицинскую помощь в соответствии с ГОСТами? Вот, извините, разметку автомобильных дорог должны производить в соответствии с ГОСТами. Это понятно, да? А вот должны ли мы отсылаться и как-то принимать во внимание вот эти ГОСТы при оказании медицинской помощи? Ну, это не стандарт и это не клиническая рекомендация. И есть клинические рекомендации Ассоциации онкологов по профилактике лечению тромбоэмболических осложнений. Но вот мои попытки найти в рубрикаторе все-таки утверждены эти рекомендации или нет, не увенчались успехом, поэтому среди утвержденных я их не нашел. Хотя ситуация очень быстро меняется, поэтому тут я не готов, как это говорится, дать голову на отсечение. Но, тем не менее, клинические рекомендации должны быть утверждены. Что еще касательно профилактики в ТЭО, мы с вами говорили стандарты. Вот опять же, при злокачественном образовании бронхов и легкого стандарт Министерства здравоохранения Российской Федерации утвержден от 14 мая 2021 года, то есть это свежий документ, действующая его редакция. В среди перечня лекарственных препаратов, которые там есть, указан на драпарин кальция с частотой, ну это фраксипарин, с усредненным показателем частоты предоставления 0,21. Значит, отдельно нужно сказать, что на драпарин кальция не включен в перечень ЖНВЛП, поэтому по его применению в любом случае нужно оформлять решением врачебной комиссии. Средняя частота 0,21. Что это означает? Это означает, что в среднем у 20% пациентов. То есть в соответствии со стандартом, даже утвержденным, не каждый пациент, и коллеги клиницисты об этом говорили, должен получать вот эту самую профилактику венозных тромбоэмболических осложнений. И поэтому, а вот дальше регламентация. А кто должен, а кто не должен, как мы с вами понимаем, ну и на мой взгляд, она на сегодняшний день как-то нечетко в регулирующих документах прописана. Поэтому претензии, которые могут быть в части адекватности назначения или неназначения тромбоэмболической профилактики, они могут свестись к стандарту. Да, вот здесь написано, что не каждый пациент должен получать, и если пациент не получил ее, значит, наверное, не было на то медицинских оснований, в соответствии с которыми он должен был такую терапию получить. И что еще в стандарте медицинской помощи больным с злокачественными образованиями легкого? Цианкобаламин и фолиевая кислота. Все, дальше только противоопухолевые препараты. То есть, надропарин кальция, цианкобалабин и фолиевая кислота. Ну, цианкобалабин здесь понятно почему, потому что в стандарте есть пиметриксет, и мы не можем использовать пиметриксет без поддержки витамином В12 и фолиевая кислота. Вот поэтому те препараты, о которых говорили, коллеги выступали, да, упоминались и непрямые антикоагулянты, упоминались и дезагреганты. Но вот в частности в этом стандарте такое состояние, при котором часто возникают тромбоэмболические ослаждения, этих препаратов на сегодняшний день нет. Поэтому, если очень лаконично, кратко и, мне кажется, ёмко ответить на ваш вопрос, а существуют ли утверждённые схемы противопухолевые лекарственной терапии, включающие, поддерживающие сопроводительное лечение, то я бы ответил на этот вопрос отрицательно. Спасибо вам большое, уважаемые коллеги, за внимание. Спасибо.